Девушки отдыхают Вот это время волшебства и в жизни, как в любой сказке, добро побеждает зло. Сегодня мы хотим вам рассказать о людях, благодаря кому так происходит, о героях, которые не могут пройти мимо, когда нужна помощь. Собралось много народу, все почему-то просто стояли и смотрели. Хотя уже было явно понятно, что произошло ограбление, что это явно преступник. 12 декабря Алексей Галкин, как обычно, встречал жену с работой. Тогда она немного задержалась и вдруг, крики, времени на раздумья не было. В то же мгновение выскочил из машины и уже на бегу понял, что-то произошло. Буквально за минуту до этого в офис микрофинансовой организации вошел человек. Вот он, его сняли камеры видеонаблюдения. Вместо документов нож. Деньги хотел получить все и сразу. Отдавать в планах не было. Явно, что не весело. Конечно, было очень страшно. Он еще не просто тихо зашел и сказал, девчонки, дайте деньги, я вас не трону. Нет, он именно вот таким образом держал нож. Очень было страшно. Алина со своей напарницей выбежали из офиса и стали звать на помощь. Спустя секунды Алексей добежал до входа. И в это время преступник выскочил на улицу. Они столкнулись практически лицом к лицу. Когда мне удалось его повалить, он уже начал извиваться и угрожал меня посадить в тюрьму за то, что я его удерживаю в этот момент. Как вакуум там был, там уже все плавилось, пластик плавился. Не думал ни секунды и Денис Черновский. В ночь на 1 февраля он увидел дым. Это горел соседний дом. Знал, что там годовалый малыш, родители на работе, мальчик с бабушкой. В тот момент только и мог думать, что о жизни, но не о своей. Сразу побежал уже в сторону спальни. Так как я уже знал расположение этой спальни. Уже не первый раз здесь был. Принял меры, разбил стекло, залез внутрь. Он разбил окно, потому что в дверь уже было не войти. В 3 часа ночи спящий дом моментально охватил огонь. Он кричал, от боли видать уже такой. Я, как говорится, вытащил его, передал другу здесь одному. Денис – обычный продавец-консультант в магазине в соседнем селе. Физическая подготовка, говорит, осталась еще с армии. Решимость, смелость и человечность, уверены соседи, черты его характера. В моем месте любой человек должен поступать так же, как и я. Мальчика сразу после случившегося положили на обследование в больницу. Семью, пока не отстраивали новый дом, на время приютили неравнодушные люди. Собирали деньги, игрушки, помогали как могли. У погорельцев тогда не осталось ничего. Все, что было, поглотило пламя. Сообщения в соцсетях, информация в СМИ и милосердие татарстанцев сделали свое доброе дело. Свой вклад внесла и редакция местной газеты, разместив объявление о помощи. Мы ожидали, что, как обычно, наши люди старшего поколения, они неравнодушные. А получилось, что у нас очень много молодежи. Поступок Дениса со своей профессиональной точки зрения оценили спасатели. Министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков лично вручал ему награду. Медалью за отвагу на пожаре был награжден и другой житель Верхнеусловского района Айдар Шайдулин. Глава Нижнеусловского сельского поселения, он же руководитель добровольной пожарной дружины. 11 апреля вынес из огня 80-летнего пенсионера. Подбежал к окну и ногой выбил раму. А стекло на вас не попало? Ну, стекло немножко попало, осколок, палец кровоточил. Вспоминая тот день, он явно скромничает и отделывается простыми словами. Хотя его решительности позавидовали бы многие. Айдар Шайдулин первым увидел, что горит дом. Вызвав спасателей, бросился прямо в огонь. В момент, когда я разбивал окно, то есть в избу уже проникал дым, то есть угарный газ. 80-летний хозяин Борис Майоров почти не слышит и тогда явно не понимал, что происходит. Эвакуации через окно сопротивлялся. Пришлось выходить через объятую пламенем дверь. Он у нас хороший человек, глава поселения. Всем помогает. Так же бы человек-то ведь еще умер бы, задохнулся, не вышел бы. А это уж, конечно, человечно, геройски. Бориса Майорова, которого спас Айдар, приютили родственники. Сейчас он живет у своей дочери. Папа чувствует себя хорошо, отошел от пережитого потрясения. Мы все благодарны, конечно, нашему председателю. Не все в риск ему зайти в горящий дом. Я считаю, это долг каждого мужчины. Помочь, помогать. Алексей Галкин рассказывает, что ему тогда тоже помогли, Когда он уже скрутил налетчика и пытался его удержать, подошли два парня. Помощь не предлагали. Просто поняли, что держать избивающегося и старающегося вырваться человека не так-то и просто. Вначале один человек, он как мельком появился и исчез. И в конце молодой человек помог мне удерживать. Уже непосредственно перед тем, как приехала полиция. Приняли, выдвигаемся. Защищать и помогать. Долг Айсафа Камилова и Даниса Давлетова и по призванию, и по службе. Поэтому, говорят, и пошли в полицию. И не перекладывают на других то, что могут сделать сами. Так было и 14 декабря. В около 1 часов ночи я почувствовала запах дыма. В ту ночь Людмила Зотина уже спала. Разбудил запах гари. Решила, что от соседа, который часто выпивает и не раз забывал выключать газ в квартире. Дым через щели вали. Значит, это уже какое количество его было. Ну, я взяла вот так, такой, как ударила по двери. Она распахнулась оттуда, дым прям в лицо. Я задохнулась. За 5 минут до полуночи о пожаре узнали полицейские. Первыми на месте оказались старший сержант полиции Айсаф Камилов и его напарник Данис Давлетов. Источник огня – одеяло и матрас. Рядом мужчина без сознания. Они его вытаскивают на свежий воздух, потом забегают. Находят еще второго. Совершенно случайно, потому что про него никто не знал. Находят второго. Его тоже вытаскивают. Пострадавшими оказались хозяин квартиры и его гость. Вероятно, мужчины выпивали. Им оказали первую помощь и до приезда спасатели самостоятельно потушили пожар. Быстренько побежал в ванну, взял, что попало под руку, тазик попался, набрал воды, забежал, воду впрыснул, раза 3-4 сходил, все потушили. Спасибо им, от нас, от всех, от жильцов подъезда. Да еще вот должен, вот кто спасибо сказал, что их вытащили и спасли. После происшествия челнинские полицейские снова заступили на маршрут. О имя человека, вытащившего из огня в Лениногорске двоих детей, до сих пор неизвестно. Квартира на первом этаже по улице Шашина загорелась в половине 11-го дня. Соседи видели, как мужчина вызвал пожарных и полез в эпицентр пожара. Здесь жила семья из пяти человек. Родители были на работе, старшая дочь в школе. Дома оставались двое младших близнецов. Вытащив мальчиков из пламени и убедившись, что с ними все в порядке, он просто ушел. Позже дознаватели выяснили, причиной пожара вероятнее всего стала игра детей со спичками. Трое детей, муж с женой. Я вижу в окно дети в школу, трое ходят. Она садится на машину и уезжает. Вот это я не знаю, где работает, чего не знаю. Скромный казанский автоинспектор Марсель Бодрудинов в одночасье стал известным на всю страну. Потоки славы на него обрушил депутат Госдумы Фатихси Богатули. Инспектор остановил автомобиль, попросил показать багажник. Рядовая, в общем-то, процедура. Что и возмутило народного избранника, который позже назвал стража порядка маленьким лейтенантиком и шпингалетом. После депутатского гнева была внутренняя проверка, но нарушений в действиях автоинспектора она не нашла. Плох тот лейтенант, который не хочет стать генералом. Не успела еще эта история сойти с первых полос информационных агентств, как Марсель Бодрудинов. Еще раз подтвердил народное звание самого принципиального автоинспектора. На улице Пушкина в Казани остановил автомобиль. На съемках видно, внедорожник сорвался с места. Инспектор отлетел на несколько метров. Чуть позже Марсель рассказал, попросил предъявить документы, а водитель резко начал движение. За рулем оказался Игорь Пилипенко, сотрудник военно-следственного отдела Следственного комитета по Казанскому гарнизону. За принципиальность награду автоинспектор получал из рук президента. Они держали его до приезда полиции. Оставшись без денег, с вероятностью надолго лишиться свободы, подозреваемый в попытке ограбления рассказывает, зачем и почему пошел на такой шаг. Вы признаете себя? Да. Вы один были? Нет, совершенно. Да. Алексей признается, да, испугался. Но не за себя, когда на него бежал человек с ножом. За жену. И рад, что она в тот вечер немного задержалась. Иначе ее напарница осталась бы одна. И неизвестно, чем бы тогда все закончилось. Человек был в неадекватном состоянии. И явно мне показалось, что он именно хотел насилия какого-то. Полиции поступок оценили. Алексея за его гражданскую позицию, подкрепленную делом, поздравили и наградили. Сам Алексей, как и все герои по призванию, ничего сверхъестественного в своем поступке не видит. Говорит, на его месте поступил бы так любой. Ну, почти любой. Елена Веселова, Станислав Яковлев, Алла Рыкова, Айрат Назипов, Александр Лобанов и Азат Самигулен. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать в этом году. В преддверии новогодних праздников хотим вам пожелать быть аккуратными на дороге, внимательными в любой ситуации и традиционно. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. С наступающим Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова